Биробиджан Биробиджанская звезда Биробиджан Юбилея города, 85-летие Понятно, велопробег, отличная идея Если мне не изменяет память, мы уже ее обкатывали И, по-моему, в предыдущие годы проводили такие пробеги Да, мы уже много лет традиционно проводим велопробег Чаще всего это бывает лето Сейчас начало осени Немножко наши планы, немножко нашу традицию нарушила пандемия Вмешалась Но сейчас все хорошо, и мы рады сообщить, что мы нашу традицию возобновили, и ждем гостей и жителей нашего города 11 сентября на нашем велопробеге. Поедем кататься. А в чем смысл вот этих вот катаний, что мы хотим этим сказать, какой послать месяц обществу и тем, кто в нем участвует? Во-первых, это популяризация массового спорта, патриотизма для жителей нашего города. Мы соберемся всеми любителями велоспорта, дружно, веселой компанией, в теплый осенний денечек, сядем на велосипеды, дружно проедем. И на финише нас ждет праздник и много сюрпризов от нашей компании и партнеров этого проекта. Об этом поподробнее расспросим, но давай по порядку. Сначала начнем с того, что соберемся. Где соберемся, во сколько соберемся? Собираемся мы на улице Шалом-Алейхима, 121. Это территория перед бывшим рестораном Корея Хаус, вот на этой площадке. В общем, район Десельмаш. Да, район Десельмаш. Нас не заметить будет невозможно, будет музыка, будет шумно, весело. Встречаемся мы в 11 часов, в 11 утра, регистрируемся и в 11.30 начинается наш велозаезд. Маршрут пройдет по улице Шалом-Алейхима. Мы будем двигаться в сторону площади Ленина. Движемся по улице Шалом-Алейхима до пересечения с переулком Театральный. На Театральном мы сворачиваем направо и финишируем на площади имени Ленина. И по финишу там обещано мероприятие? Да, все верно. На регистрации каждый участник велозаезда получит браслет. Браслет с порядковым номером. И на основе этих номеров мы выберем счастливчика, кто получит подарки от партнеров проекта. И прям подарки-подарки. Прям подарки-подарки. Да, это будут умные часы, мультиварка. Не буду раскрывать сразу всех карт. А вот на кого? Поддержим немножко интригу. Будут хорошие и полезные подарки. Часы мультиварка. Ну, это очевидно благодаря сотрудничеству с нашими партнерами. Да, хотелось бы выразить благодарность. Традиционно уже много лет генеральным партнером нашего проекта выступает компания «Транснефть Дальний Восток». Очень рады, что они поддерживают массовый спорт, вообще все социально ориентированные мероприятия. А главное – велосипедистов, которые не требуют бензина. Конечно. Это тоже большой щедрый шаг с их сторонами. Также партнерами проекта выступает салон «Оскона», вода «Монастырская», которой будут обеспечены все участники велозаезда, ПМК «Биробиджанводстрой» и сеть пиццерий «Опсимус». В числе подарков, кстати, будут сертификаты на продукцию пиццерий. Ну, а водичка «Монастырская» на маршруте будет доступна, наверное, всем участникам. Конечно, каждый участник при регистрации получит бутылочку воды. Я так представляю себе улицу Шалома-Лехима в этот день, 11 сентября. Нашу веселую, живописную группу, перемещающуюся. Очевидно, будет какое-то сопровождение ГИБДД или будут перекрывать улицу. Да, это тоже людям важно. Да, полностью будет обеспечена безопасность маршрута. В это время ориентировочно с 11.30 до час дня будет перекрыто автомобильное движение. Я думаю, что нужно уточнить, но частично, скорее всего, по мере движения велосипедистов, будут открывать движение для автомобилистов. Все правила безопасности соблюдены. На велопробег мы приглашаем лиц старше 14 лет для движения на собственном велосипеде. Ну, если какой-то папа захочет своего сынишку, который младше 14 лет, или дочурку посадить на рамку, прокатить, то, наверное, не возбраняется. Да, если ребенок находится на одном транспортном средстве с родителем, то, конечно, можно. Допустим, 5-летний ребенок на своем трехколесном велосипеде, к сожалению, до заезда не будет допущен, просто потому что ребенок не осилит такой маршрут, достаточно большое расстояние. Вообще, у нас заезд не на скорость, у нас не будет победителей, не будет проигравших, да, точнее, победителями будут все, потому как этот день пройдет с пользой для здоровья и для эмоционального состояния. То есть мы движемся в комфортной скорости, никуда не торопимся. Рекорды ставить не обязательно. Да, все верно. Ну, велосипедисты народ дружный, многие из них в Биробиджане общаются, часто вместе ездят. Я думаю, отзовутся и прибудут. Конечно, у нас есть велоклубы в городе, которые активно принимают участие, а также очень много предприятий, у которых высокая корпоративная культура и которые не пропускают вот таких городских мероприятий. Радует, что есть такие предприятия с высокой корпоративной культурой, понравилось мне это определение. Давай пригласим вольных одиночек поучаствовать вместе с нами, прокатиться, чтобы не стеснялись и выливались в наши ряды. Конечно, все, абсолютно все, у кого есть велосипед. Просыпаемся пораньше в воскресенье, подтягиваемся, делаем зарядку и с хорошим настроением приезжаем на ДСМ к 11 утра, регистрируемся, получаем браслет с номером, едем и на финише получаем подарки. Этим мы не только отпразднуем День города, но и, наверное, увенчаем уже и завершающийся велосипедный весенний-семилетний сезон. Такое, можно сказать, символическое окончание сезона, завершение, да. Надо поставить красивую точку. Осень на дворе, теплые дни, к сожалению, подходят к концу, поэтому я думаю, что еще есть возможность получить свою дозу солнечного тепла и прийти к нам на велопробег, приехать. Мы услышали, я думаю, будем. Спасибо большое, интересный проект и приятно будет в нем поучаствовать. Приезжайте, друзья, присоединяйтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА